Настольный теннис довольно популярный вид спорта на Брещене. Из года в год все больше желающих приобщиться к нему и более того, овладеть навыками игры на профессиональном уровне. В числе участников нынешнего чемпионата 23 теннисиста, 11 команд. Показать себя собрались представители Брестского областного управления департамента охраны, ОМЧС, управления следственного комитета, управления департамента финансовых расследований, брестские пограничники и работники таможни. За последние годы можно отметить, что больше женщин начало выступать. Это представитель с прекрасного пола, который принимает участие. Это те же наши сотрудники, люди в погонах, которые, несмотря на свою занятость, все равно принимают участие в нашем чемпионате. Настольный теннис играю с детства. Являюсь бывшим, так сказать, не бывает, но кандидатом мастера спорта. Всю жизнь отдала настольному теннису, а в настоящее время отдаю работе всю жизнь, поэтому совмещаю отдых и работу. В нынешних соревнованиях Диана Янковская, единственная представительница прекрасной половины, отстаивающая честь команды своего ведомства. Девушка, как и другие участники, всерьез настроена на высокий результат. Среди постоянных лидеров чемпионата по настольному теннису Брестская областная организационная структура БФСО «Динамо» сотрудники МЧС. Только победа и никак иначе – девиз многократного чемпиона в данном виде спорта Вадима Дробного. Юноша представляет Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям. За спиной у него множество состязаний, а потому опыта перспективному спортсмену не занимать. На команду «Беларусь», который проходил в апреле месяце, мы заняли шестое место из десяти команд. Это как бы очень хорошо, я бы сказал. То есть перспектива есть, можно заниматься, можно показывать результаты. Главное было бы желание. Уровень подготовки участников нынешнего чемпионата весьма высокий. Однако, как показывает практика, полагаться только на опыт мало. Для спортсменов соревнований отличной мотивацией стал результат представителя БФСО «Динамо» Владимира Самсонова, вышедшего в полуфинал личного турнира по настольному теннису на играх в Рио. Пример «Динамовцы» показательный. Приблизи к рекорду спортсмена стремились многие.